Добрый день, коллеги! Сегодня хотел поговорить о повышении качества разрабатываемой решения программистами. Что это такое? Что из качества? Давайте определимся. Качество – это комплексная характеристика программы обеспечения. Комплексная, потому что качество нельзя выразить одним словом одним предложением. Модель качества по разным стандартам – это разный состав характеристик. В данном случае по какому-то из стандартов ISO – это 7-8 характеристик. По-другому там еще дополнительные. Но надо одно знать. Если приложение качественное, значит оно хорошее. Если оно хорошее, значит программист хороший. Значит пользователь будет доволен этим решением. Прямо или косвенно. Да, действительно, то качество, о котором мы будем сегодня говорить – это является внутренним качеством. То качество, которого видят только технические архитекторы приложения, сами программисты, руководители проекта. А заказчик его не видит. Но несмотря на то, что оно и внутренним качеством является, оно, как говорится, влияет и на внешнее. Потому что если низко качество написан продукт, то он отразится и на внешней качестве. Если программист написал функцию, которая не предполагает пограничных условий, то если пограничные условия сработают, когда пользователь ведет некорректно данные, то оно перестанет работать так, как предполагалось. Здесь даже, как говорится, спорить не о чем. Самое основное из характеристик, я считаю, это сопровождаемость. Потому что, сколько я бы не работал, читать чужой код, особенно низкого качества, очень сложно и, как говорится, не поднимается рука. Или, как так называемый код – Legacy код, который написан был давно, в спешке, без соблюдения стандартов. Всем это знакомо, я думаю, кто занимался проектным внедрением. Итак, выделяется несколько уровней стандартов, соблюдая которые, мы получим качественное приложение. Это промышленные стандарты, стандарты от самой фирмы 1С есть, а внутренние стандарты – компания или проекта и личные. Давайте сегодня поговорим про стандарты 1С. Действительно, у 1С есть свои стандарты, которые оно давно ведет, которые имеются на АТС в свободном доступе. То есть, необязательно подписка на АТС, чтобы получить доступ к этому разделу. Как видим, видите, я не авторизованный пользователь. Итак, здесь стандарт не маленький, большой, но советую каждому, кто хочет развиваться, расти, обязательно ознакомиться хотя бы один раз, а то и раз в полгода возвращаться к интересующим разделам. Особенно по соглашению при инвестициях кода. Итак, все-таки давайте поймем, почему стоит соблюдать стандарты. Вы, наверное, замечали такой процесс, когда на одни и те же грабли в проекте наступают программисты, замечая закономерность, что этому причина послужила то, что каждый пишет код по-своему, то рождаются естественным образом какие-то соглашения, когда руководитель принимает волевое решение и говорит, давайте теперь вот так вот именовать процедуру, фунтусы будем вот так вот, подписывать экспортные методы так-то, уважать труд друг друга, не рефакторить и так далее. Даже с экономической точки зрения, это удешевление рабочей силы в итоге. Если же человек, стажер или опытный разработчик приходит в компанию, если он знакомится со стандартами, пытается их продерживаться и пишет в этом стиле, то вся команда, оставшаяся, читая их не код, быстро понимает их ненамерения, быстро вникает в код, быстро могут в итоге после этого модифицировать их не код, чужой. Сопровождаемость, само собой, то есть, если написан код, который был стилизован, который соответствует стандартам, его легко читать, его каждый в команде программист понимает. Давайте посмотрим, неужели сам работодатель не хочет, чтобы разработчики следовали стандартам? Это делается просто. Заходим на сайт HeadHunter, ищем вакансию программист 1С и пытаемся найти стандарт разработки. Вот, смотрите, ведущий разработчик, да, первый же. Понимаем принцип системы стандартов и методик разработки конфигурации для платформы 1С. Пожалуйста, если компания хочет видеть этот навык, значит, она будет проверять, спрашивать. Значит, программисту нужно обладать им. Значит, наличие этого навыка у программиста автоматически повышает его ценность на рынке. Программист 1С. 180-230 вилочка тоже. Желательно знать стандартов разработки 1С. Если будет нескольких кандидатов, вы будете единственным, кто знает стандарты, хотя бы один раз прочитал, то уже будет преимущество. Дальше. Знание соблюдения стандарта разработки. 100-100-70, видите, да? Везде, где ожидает программиста со знаниями, с навыками, ожидается и знание стандартов. Я думаю, что я вас убедил, что знание стандартов – это очень хорошо. Теперь давайте подумаем, как мы можем развить эти навыки, потому что знание одно, а не есть опубликованное стандартом, но соблюдение – это другое. Навык нарабатывается практикой. Каким образом мы, например, намереваемся написать, нам же некогда стандарт вспоминать. Для этого есть специальные инструменты автоматизированные. Первый инструмент – это сама 1С-ка предлагает 1С в автоматизированную проверку конфигурации. К тому же она бесплатная, ну как скажем бесплатная, она требует подписки АТС. У кого есть АТС, вот можно скачать ее. Также требует лицензии на платформу, само собой. Но, с другой стороны, эта конфигурация неудобна тем, что она постфактум, после того, как вы выгрузите конфигурацию и отдадите на проверку этой базе. Да, она содержит в себе масса проверок, соответственно, стандартам, но неудобна в использовании. Давайте дальше пойдем. Есть Сонар Куб, Сонар Бултос. Но это для крупных, больших команд. Это очень серьезное решение, очень полезное. Показывать технический долг, измеряя этого, а указывать авторов, кто, как говорится, больше всех ошибок, дефектов кодов и всех остальных показателей на плодилом и проекте. Также очень много интересных характеристик продукта. Можешь сами ознакомиться по следующим. И мы переходим к легкому, быстрому, бесплатному продукту Phonix BSL для ADMS. Этот инструмент позволяет моментально проверить качество своего кода на соответствии с стандартами. Это очень полезный инструмент для разработчиков, который хочет развить себе навыки. Он требует Java на компьютере, также требует административных прав для установки собственных инструментов. И все, в принципе. Ссылочку я вложу. Прочитайте, там все очень просто, как ставится. Давайте посмотрим, как он работает. Допустим, у нас есть какая-то конфигурация. Пишем модуль какой-то, да? Допустим. Хотим, перед тем, как его пометить в хранилище, либо передать на обновление к базе, мы должны проверить его соответственно. Это делается просто. Находясь в модуле, нажимаем на контру I. Этот модуль передается инструменту, и он, проанализировав, выводит отчет. 4 ошибки нашел, 9 предупреждений, и информационных 10 сообщений. В данном случае, это ошибка. На 13-й строке нажимаем дважды, и он переходит на строчку. Текущая дата. Используйте текущий дат-сеанс вместо старейшего текущей даты. Видимо, это и есть в стандарте, поэтому нужно это исправлять. Такая ошибка, которая не у каждого, так говорится, всплывет, но это чревато последствием те, кто работают в разных часовых поясах. Например, предупреждение. Предупреждение. Уменьшите когнитивную сложность обработки и заполнения. Видимо, написано сложно. И для анализа представляется сложно. Хотя, в принципе, всего лишь на 3, выше от стандарта. Но, в принципе, нужно реигнорить. Также есть информация. Создать констант с понятным названием. Ну да, вот на двоечку гнется. Что есть 2. Статус прибытия мне равно 2. Да. Забавно. Конечно, это вообще непонятно. Что есть 2. Для кого это 2. Сегодня 2, завтра 3. Тоже нужно исправлять такую вещь. Ну, предупреждение. Так, что он там написал? Синтактическая конструкция видов должна содержать ветвь иначе. Ну да, холиварная вещь. Но должна быть ветка иначе. Если иначе, если встречается, то иначе должно быть. Ну и таким образом программист перед тем, как сдать работу, он проводит анализ. И таким образом он повышает качество своего кода. Очень легкий, простой инструмент. Ну да, еще хотел сказать, для кого он нужен. Возможно, там, где трудится программист. Вот, ни на проекте, ни на проекте. Где-то в какой-то маленькой конторе. Заказчик один. Изменений мало вносится. Раз в полгода. Конечно же, возможно, это ему не нужно. Но если он хочет расти, если хочет повысить свою стоимость на рынке, если хочет, что он участвует в крупных проектах, если хочет он развиваться как программист, то это очень крайне не рекомендованная вещь. Потому что программист, код это является его результатом работы, его портрет, отражение, его мысли, стиля. Поэтому я считаю, что каждый уважающий себя программист должен себя поставить как минимум такой миллерг, легковесный, простой инструмент. К тому же он еще умеет форматировать код. Но, допустим, вот нарушили форматирование, да, вот так вот, например. Написали на скорую руку. Отступы там, нарушили там. Выделяем нужный блок текста или весь модуль. И нажимаем Ctrl-K. Вуаля, пожалуйста, все отступы, все правильно. Поэтому очень интересный инструмент. Также вы можете участвовать в разработке этого инструмента на GitHub. Всем спасибо за внимание. Жду от вас комментариев. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!